Я приветствую всех тех, кто в данную минуту смотрит новый выпуск Универ Ньюз. Для вас новая порция свежих новостей в студии Кристины Зиединова, и мы начинаем. Что ожидает Россия в будущем, обсудили в Казанском федеральном. Активисты КФУ получили по заслугам. Как стать востребованным специалистом, узнаешь сегодня в выпуске. На базе Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялось предвыборное ток-шоу с участием представителей штабов, кандидатов в президенты России. 22 февраля представители штабов, кандидатов в президенты России собрались на планерку в Казани. Очередное предвыборное ток-шоу прошло на площадке Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. Участниками встречи стали члены Центральной избирательной комиссии Татарстана, представители республиканских штабов, кандидатов в президенты Республики Татарстан, а также политологи и социологи. Цель данного мероприятия заключается в том, чтобы штабы узнали друг друга, поняли у кого какие проблемы, а также задачи, что очень важно для людей, которые занимаются мониторингом и наблюдением выборов. Предметом политических баталий на этот раз стали актуальные вопросы предвыборной кампании. Какими качествами необходимо обладать, чтобы попасть в штаб кандидата, почему избиратели должны пойти на выборы и как проходит агитация. Диана Хайрульна, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. 22 февраля в Казанском федеральном университете состоялась презентация нефтесервисной компании «ТНГ Групп». 22 февраля в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета состоялась презентация компании ООО «ТНГ Групп». «ТНГ Групп» – это наша базовая организация. Мы работаем с ними очень тесно. Во-первых, последние, например, 7-8 лет мы очень тесно работаем в области научных исследований и создания новых приборов, новых технологий для колотажа, для полевой геофизики. Вот мы с ними выиграли три раза, по постановлению правительства 218. «ТНГ Групп» является одной из самых крупных нефтесервисных компаний России, осуществляет свою работу уже 60 лет. И практически все время сотрудничает с Казанским федеральным университетом. Очень серьезные для нашей компании события – встреча со студентами КФУ. Это один из самых базовых университетов, с которыми мы сотрудничаем в плане подготовки кадров. Я сам выпускник КФУ, и поэтому прекрасно понимаю, что это альбоматор для большей части нашего коллектива. Основная часть сотрудников компании – это выпускники Казанского федерального университета. А привлекать молодые кадры они начинают еще с юного возраста. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. В малом зале КСК КФУ Уникс наградили организаторов мероприятия, приуроченного ко дню студента. В малом зале КСК КФУ Уникс подвели итоги проведения большого мероприятия, которое было приурочено к празднованию Дня студента. 24 января – Татьянин день в Казанском университете. И 25 января – участие студентов «Альмоматор» в республиканском праздновании Дня студента. На протяжении многих лет сохраняется эта преемственность и отмечается День студента на широкую ногу, объединяя тысячи студентов, выпускников и преподавателей. Был большой праздничный концерт, было задействовано большое количество наших обучающихся творческих коллективов. Особо проявили иностранные студенты. Оно действительно было очень масштабным, очень массовым, очень насыщенным. Я думаю, что именно работа этой большой и слаженной команды позволила дать высокие результаты. Департамент по молодежной политике Казанского федерального университета наградил директоров институтов, педагогов творческих коллективов, режиссеров и студентов, которые приняли активное участие на мероприятии с участием президента Российской Федерации Владимира Путина. Диана Шехединова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. Рынок труда непрерывно меняется и профессии, которые когда-то были востребованы, сегодня могут оказаться ненужными. Участники проекта «Мост» рассказывают о самых перспективных вызовах времени. На встрече с ними побывала наш корреспондент Аделья Шамилова. С наступлением эпохи роботов многие специалисты стали обоснованно бояться, что вскоре их рабочие места займут машины. Продавцы, водители, бухгалтеры, юристы и даже журналисты в ближайшие 20-30 лет будут испытывать серьезную конкуренцию со стороны компьютеров и устройств на базе искусственного интеллекта. На кого теперь нужно учиться студенту сегодня, чтобы впоследствии не оказаться неудел? Именно об этом пошла речь 21 февраля в рамках проекта «Мост», на котором традиционно выступают известные выпускники Казанского федерального университета. Уже традиционно гости мероприятия представляли четыре сферы профессиональной деятельности – IT-технологии, образование, наука и менеджмент. Что мне дал университет, наверное, если об этом говорить, то это в первую очередь какие-то контакты. Если говорить по-честному, то все вещи, которые мне приносили коммерческий успех, это было какое-то знание, которое я получал для себя как-то в свое время сам. И мы действительно как-то уже курсы с третьего, второго пытались с друзьями основывать какие-то бизнесы. А вот Диляра Залялеева, с отличием, окончив Казанский университет, ведет предпринимательскую деятельность в сфере образования с 2010 года. Дошкольный университет «Мозаика Репаблик», основателем которого является Диляра, почти шесть лет помогает детям с ранних лет искать свое предназначение в жизни. Сферу науки представил Марат Гафуров, который сейчас является старшим научным сотрудником стратегической академической единицы «Эко-нефть». А сферу менеджмента представила Гузель Камалова, руководитель отдела персонала компании «Лизингтрейд». Что такое профессии будущего, для меня для самого секрет, поскольку они меняются практически каждые пять лет. Профессия будущего, как мы считаем, она все время другая. Адель Шамилова, Ленар Довольтияров, Универньюз. Весна наступит уже совсем скоро, и Казанский федеральный университет начинает к ней готовиться. 2 марта состоится бесплатный образовательный лекторий «Эко-ночь». Подробнее расскажет Олег Кашин. Весну в Казанском федеральном университете отметят бесплатным образовательным лекторием. 2 марта состоится «Эко-ночь», которая пройдет в рамках проекта «Про наука». Все лекции, интерактивы и какие-то другие активности, которые предполагаются в рамках этой «Эко-ночи», они будут иметь окраску экологическую, так скажем. То есть это будут либо какие-то острые вопросы охраны окружающей среды, посвященные, например, сбор мусора раздельного или постройки мусорожигательных заводов, так и аспекты, которые нацелены на охрану окружающей среды. На этот раз гости проекта смогут узнать все о сохранении планеты и о защите окружающей среды. Участников традиционно ожидает целый ряд конкурсов, экспериментов и лекций, посвященных на этот раз только экологии. Олег Кашин, Универньюз. В КСК «Уникс» прошел творческий вечер, посвященный 80-летию Владимира Высоцкого. Песни под гитару на сцене исполнил российский актер театра и кино Александр Цуркан. С ним пообщалась наш корреспондент Анна Глазунова. О подробности смотри далее. В КСК «Уникс» перед студентами Казанского университета выступил актер театра и кино Александр Цуркан. Творческий вечер был посвящен Владимиру Высоцкому. И вот таким образом через Высоцкого, через набережные Черны, через Елабугу я попал вот сюда в Казань. Я приезжаю сюда. Поверьте, для меня это очень интересно, для меня это очень важно. Важны эти выступления перед молодежью, перед студентами, перед студентами университета. Поделиться с ними своими мыслями, своими понятиями о жизни, о труде, о смерти, о памяти. На сцену он вышел, держа в руках гитару и с улыбкой приветствуя зрителей. Говорил Александр Цуркан о творчестве Высоцкого, об интересных фактах его жизни и о патриотизме. Ведь концерт прошел в преддверии празднования Дня защитника Отечества. Александр Цуркан исполнил на гитаре песни на известные стихотворения Владимира Высоцкого, такие как «Серебряные струны», «Если друг оказался вдруг» и многие другие. Высоцкий как никогда сегодня современен, потому что 46 песен военных написать. Он же не воевал, его же за это потом упрекали. Но он написал песни так, чтобы фронтовики ему писали письма. Как вот это талантливое, удивительное существо Высоцкий, как он сумел сделать так, что песни его до сих пор, мы оркестр уже целый играем, поют песни. Со сцены постоянно звучали такие слова, как сочувствие, благодарность, дружба, память. Его выступление, несомненно, заставляет задуматься каждого о чем-то важном и вечном. «Серебряные струны». И вот такими струнами через всю жизнь Владимира Семеновича проходила дружба. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Это были все самые интересные и актуальные события за прошедшие сутки. Команда Универньюз поздравляет вас с наступающим праздником. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok